Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать! И у меня в гостях Ника! Привет! Ника, один из самых популярных, знаменитых преподавателей русского языка в мире. Расскажи, пожалуйста, о себе, о твоей работе. Во-первых, спасибо большое, что ты пригласила меня сегодня, мне очень приятно. Я живу в Украине, под Киевом, и я преподаю русский язык с 2013 года. Вот, кажется, это уже сто лет, сто лет назад было. Сначала я начала преподавать самостоятельно, в онлайне, просто искала себе студентов. Мне это очень понравилось, я никогда не думала, что я стану преподавателем, но это моё, мне понравилось. После этого я создала Ruland Club, такую маленькую онлайн-школу. Тогда для всех онлайн был странным, да, никто не понимал, как это преподавать в онлайне, учиться в онлайне. Но мне это всегда очень нравилось, мне нравился этот стиль жизни, и поэтому я развивала именно его. Тогда я тоже завела YouTube-канал, начала делать первые видео, люди начали их смотреть, я решила, что почему бы и нет. Начала снимать видео чаще. После этого... Дорогие друзья, пожалуйста, смотрите ссылки на YouTube-канал Ники и на Instagram. Инстаграм, очень красивый у тебя аккаунт, и ты прекрасная актриса. Спасибо большое. Да, я сейчас на Instagram стараюсь делать такие более какие-то креативные видео, чтобы лучше запоминать какие-то идиомы, какие-то новые слова, фразы, потому что сложно в соцсетях сделать какое-то такое системное обучение, да, то есть и в принципе это не нужно, за этим приходят к преподавателям на частные уроки, а в соцсетях мы можем давать какие-то маленькие кусочки информации, которые дополнительно станут хорошими материалами для обучения. Спасибо большое, спасибо. И сегодня наша тема очень горячая, это мифы и правда о женщинах, девушках из стран СНГ. Страны СНГ это у нас Украина, Россия, Белоруссия, да, и о них очень много мифов, и я бы хотела, Ника, чтобы ты мне помогла сегодня понять, это правда или нет, потому что ты живёшь в одной из стран СНГ, в Украине, ты знаешь лучше. Хорошо, я тебе буду говорить миф, а ты скажешь, что ты об этом думаешь, и в твоей семье, среди твоих друзей, и конкретно это правда или нет. Договорились. Есть такой миф, что наши девушки все суперкрасивые. И блондинки тоже. И блондинки. Да, такой миф есть, но я с ним не согласна, именно с той точки зрения, что, конечно, у нас очень красивые девушки, но они красивые по всему миру. Мне кажется, что красота – это очень философское понятие, да, для тебя, может быть, там, Генри Кавилл очень красивым, для меня, например, нет. Ну, это просто пример. Вот, поэтому везде люди красивые, и женщины, и мужчины, и мне кажется, не совсем правильно говорить, что вот именно русскоязычные девушки самые красивые в мире. Может быть, для кого-то, да, но, я думаю, не для всех. Ну, есть такое слово, как ухоженный, ухаживать за собой, и, например, я должна сказать, что, хотя я и русская, живу во Франции, но, например, я никогда в жизни не ходила, один раз в жизни ходила на маникюр, никогда не делала процедур для лица в салоне дома, да, и у меня есть подруги, для которых маникюр обязательно, раз в неделю. Вот. Ты можешь это подтвердить? Да, на самом деле, мне кажется, вот как раз для девушек из Европы это кажется немного излишним, да, то есть, в принципе, они живут, они наслаждаются жизнью. Наши девушки более заточены под это всё, да, действительно, вот сходить на маникюр, сходить в салон, это очень популярно. Накраситься перед тем, как выйти в магазин обязательно. Вот. Я бы сказала, сейчас немного меньше этого уже, да, то есть, мы уже не делаем вечерний макияж на работу и не носим шпильки на работу, особенно в больших городах, но мне кажется, такие процедуры, как, например, маникюр, уже стали какой-то такой терапевтической деятельностью, да, то есть, сходить поболтать, провести приятное время, сделать что-то для себя, вот с этой точки зрения, да. Да, я понимаю, да, я ходила, когда я хожу к парикмахеру во Францию, обычно это 20 минут, и один раз в России я пошла к парикмахеру, первый раз в жизни, и я сижу час, час двадцать, мне уже надо идти. Это ещё что, мне когда красили волосы первый раз в светлый цвет, я провела в салоне пять с половиной часов. О, буро же. Понятно, хорошо. Так, ещё один такой миф, или может быть не миф, что русскоязычные девушки — это идеальные домохозяйки. Домохозяйка — это девушка, которая дома, женщина всё делает, и уборку, и детей, и пирожки, и борщ. Вот, например, для меня это совсем не так, у нас готовит мой муж. Как здорово! В этом плане мне нравится в Европе то, что это не обязательно быть домохозяйкой. Когда я была в России, часто женщины салатик делают, мужчины там тоже что-то полезное, но другое. А как в твоей семье, среди твоих друзей? Ну, знаешь, здесь, мне кажется, и да, и нет, потому что всё-таки вот в современном мире, да, мы уже уходим от этого, действительно, мы делим обязанности. Ну, например, уборку мы с мужем всегда делим 50 на 50, и каждый делает то, что ему хочется сейчас, да. Сегодня я хочу попылесосить, завтра я хочу там почистить что-то на кухне, и мы делим эти обязанности. А готовлю, допустим, всегда я, потому что мне это нравится. Это одно из моих хобби, я проходила даже специальные курсы по кулинарии, и, ну, как мы говорим в сленге, да, меня от этого прёт. Вот это мой случай, поэтому я это делаю. Но всё-таки, так как у нас такой был общий бэкграунд, да, ещё советский, у наших родителей, когда были действительно гендерные стереотипы, и считалось, что мужчина должен зарабатывать, да, он должен что-то ремонтировать, там, чинить машину, да, а девушка должна была готовить, убирать, следить за детьми, да, и нас готовили к этому с детства. Поэтому, как минимум, я думаю, что наши девушки умеют это делать, да, то есть они знают, как готовить, как убирать, как следить за детьми, но дальше, сейчас это уже выбор каждой девушки, делать это или не делать. Понятно, понятно, хорошо. Ещё один миф, скажи, это правда или нет. Если молодой человек встречается с русской девушкой, то есть у него романтические отношения, он должен будет дарить русской или украинской девушке подарки, платить в ресторане, в общем, это правда или нет? Ну, я думаю, что... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова